Оксана Сударева Я считаю так Либо английский тебе нужен И ты занимаешься Либо нет Давайте попробуем разобраться В чем вообще Исходный корень Вот этой вот проблемы Что люди учат годами английский язык И не могут выучить Скажите пожалуйста Какая у вас цель Ваших занятий Английским языком Подумайте И ответьте хотя бы сами для себя Когда мне говорят Моя цель Читать книги на английском Смотреть фильмы на английском Общаться на английском Ездить в командировки Мне нужен английский для работы И так далее Друзья мои Вот это все это не цель И поэтому В этом Что называется корень зла Пока мы с вами не определим Цель Для чего нам нужен английский Мы Не будем знать Куда мы движемся Мы не сможем рассчитать С какой скоростью нам нужно двигаться Сколько времени у нас это займет Какие шаги нам нужно пройти И какие материалы для этого нужны Что же такое цель Давайте я приведу вам пример Как нужно сформулировать свою цель Представьте себе ситуацию Что через три месяца занятий Вы сидите с вашими партнерами по бизнесу В пабе в Великобритании Закройте глаза И представьте себе этот паб Не важно Что вы там никогда не были Но то у нас и есть воображение Какая музыка там играет Какие звуки вы слышите Это вечер Или наоборот солнечный день Это зима Или весна Вы одеты по летнему Или в пальто Что вы заказываете Что вы пьете Какая музыка в это время Звучит в этом пабе В максимально подробных деталях Представьте себе эту ситуацию И представьте О чем вы говорите В этот момент В этой ситуации Со своими партнерами Коллегами Которые находятся там же Представьте себе Как вы обсуждаете Последний футбольный матч Запомните эту картинку Зрительно С запахами Звуками Цветами И держите ее в голове Вот это и будет Ваша цель И мы эту цель Должны сделать Измеримой И конкретной То есть получается Что наша цель какая Через три месяца занятий Я должна Общаясь с коллегами Британцами В пабе в Великобритании Уметь рассказать Про футбольный матч Который я видела Спросить их мнение И ответить на их вопросы По этому футбольному матчу Смотрите Что нам дает эта цель Она дает нам сразу Конкретный набор грамматики Лексики Теперь мы можем с вами Оценив ваш рабочий день Вашу занятость Посчитать Сколько примерно времени Уйдет Чтобы достичь С вашего нынешнего уровня До того уровня Который нужен Для этого разговора В пабе Мы должны делать Расчеты Реалистичные Потому что Если у вас Нет двух часов В день на занятия Тогда Цель будет достигнута Немножко в другое время Мы понимаем с вами Что мы должны достичь Если мы говорим Про футбольный матч Который уже прошел Значит нам нужны Прошедшие времена Возможно Present Perfect Past Simple Past Continuous Past Perfect Нам нужны определенные Слова Фразы И нам Нужно отработать умение Во-первых Говорить самостоятельно А во-вторых Слушать И что еще важно Слушать и говорить Не в условиях Идеальной тишины А в условиях Шума Паба То есть сюда еще Присоединяется Задача на аудирование И аудирование Не в идеальных условиях Об этом мы поговорим Еще подробнее Что делать с аудированием Как создавать Эти реалистичные Не идеальные условия Что дает Вот такое планирование Смотрите Я покажу вам Например Моя цель Говорить с партнерами На английском Чем плохая эта цель Давайте ее Немножечко Сделаем более конкретной Моя цель Через 4 месяца Говорить с моими Партнерами В командировке На английском В чем проблема Этой цели Она неизмерима По пути Только через 4 месяца Вы сможете понять Достигли вы этой цели Или нет Почему Потому что В процессе достижения Этой цели Вы не могли ее контролировать У вас не было Вот этих вот Моментов и шагов Что мы сейчас с вами сделали Сформулировав нашу цель Мы теперь можем контролировать Прямо составить себе список Мне нужно пройти Past simple Past continuous Present perfect Past perfect Набрать список лексики Мне нужна будет Вот такая лексика И мы можем с вами Каждую неделю контролировать Ставить себе плюсики Галочки Что хотите Past simple Прошел Глаголы 10 штук Выучил Цель становится измеримой И вы можете следить За своей динамикой По пути И в случае чего Корректировать Либо цель Либо содержание Либо средство Итак Что я предлагаю вам сделать Прямо сейчас После того как вы Выключить это видео Взять лист бумаги Ручку Подумать И составить себе Вот такую Очень конкретную Измеримую цель Через такое-то Время Я хочу быть В таком-то месте В такой-то ситуации С такими-то людьми И я должна Или должен буду Говорить об этом Исходя из вашей Поставленной цели Вы подбираете себе Грамматику Лексику И работаете Но Есть еще Один Немаловажный Момент Из-за которого Некоторым людям Я советую Оставить изучение Английского языка Дело в том Что со школы Нас изначально Неправильно Приучили Относиться к английскому Что такое английский? Это предмет в школе Такой же как биология История География А это не знание Английский язык Это навык Я всегда сравниваю Изучение английского языка Видите, даже слово какое Изучение Оно неправильное Согласитесь Я не могу сказать Я изучаю бег Я изучаю кататься на велосипеде Это глупость Усвоение Тренировка Навык Язык Это навык Язык Это спорт Язык Это любое ваше хобби Шитье Рисование Вязание Все что угодно Можно сколь угодно долго Читать книги о том Как ездить на велосипеде Смотреть видео Где мы видим участников Тур-де-Франс Можно даже сдать тест На устройство велосипеда Но согласитесь Даже при всем богатстве Таких знаний Вы не сможете выйти Из дома с велосипедом Сесть на него И поехать На велосипед Нужно садиться каждый день И тренироваться ездить Поэтому Английский язык Это навык Навык нужно тренировать Тренировать навык Нужно регулярно Каждый день По 10-15 минут Если я Занимаюсь бегом И перед какими-то соревнованиями Я всю неделю ничего не делала А накануне пошла на улицу И 5 часов побегала Это не работает Если кто-то из вас занимался Либо набором мышечной массы Мужчины Либо похудением Женщины Вы прекрасно знаете О чем я говорю Нельзя прийти в зал Раз в неделю на 3 часа И считать Что это будет равнозначно Трем часовым тренировкам Относимся к английскому языку Как к навыку Который нужно отрабатывать И еще один важный момент Навык мы отрабатываем Для чего-то Скажите, пожалуйста Те, кто Водит автомобиль Когда вы учились В автошколе У вас была цель Сдать на права? Была цель Научиться ездить на машине? Я думаю, нет Я думаю, что Учась в автошколе Мы все представляли себе Как мы утром выходим из дома Нажимаем на сигнал Садимся в машину Включаем музыку Заводим мотор И едем на работу Или едем в выходные С друзьями Или с семьей за город Права нам нужны были для этого Поэтому Если у вас нет цели Для чего вам нужен английский язык? Я рекомендую вам подумать Нужно ли вам тратить усилия Для того, чтобы его выучить? Недавно один мужчина написал мне Скажите, пожалуйста Что делать? Я учу английский Вроде все понимаю Но как только я перестаю учить У меня через какое-то время Все забывается Потому что нет никакой языковой практики Что с этим делать? Я ему ответила так Скажите, пожалуйста А зачем вы учите язык Если у вас нет практики? Если у вас нет цели Для чего вам нужен язык? Не мучите себя Я этот вопрос слышу очень часто Как заставить себя заниматься? Ребят, никак Кто занимается? Хорошо Если среди моих слушателей И подписчиков есть учителя Не важно чего Я думаю, что все они со мной согласятся Лучше всего по любому предмету Занимаются те, кому он для чего-то нужен Если это женщина Которая познакомилась с мужчиной-иностранцем На сайте знакомств Она занимается Занимается часами каждый день Если это человек У которого стоит вопрос О зарубежных командировках Если он предоставит сертификат На уровень владения языком Он занимается Если это школьник Которому хочется поехать Учиться за границу И нужно сдать IELTS На хороший бал Он занимается Если Та должность Которая меня интересует Я очень хочу там работать Подразумевает владение английским На уровне intermediate Я занимаюсь Если у вас сейчас В вашей жизни Не стоит конкретная цель Для которой вам нужен английский язык Я думаю, что Все ваши усилия И заставляния себя Будут напрасными Итак Давайте подведем итог Что Я бы хотела До вас донести Первое Английский язык Это навык Относимся к нему Точно так же Как к спорту Мы английский Тренируем А не учим Нужна конкретная цель Очень конкретная Ситуативная Достижимая И измеримая Эта цель Должна быть применима К вашей жизни Цель Я выучу язык И буду смотреть фильмы И читать книги Она не работает Для вашего мозга Который очень мудрый Это бесполезная вещь Ему это не нужно Это нужно вам И это ваша проблема Когда вы Установили себе цель Конкретную измеримую Определили Когда вы хотите ее достичь Вы определяете Объем материала Который вам нужно проработать Разбиваете его На отведенных для этого Времени И каждую неделю Контролируете Прохождение Вашего прогресса Я буду очень рада Если я оказалась вам полезной И немножечко Прояснила вам ситуацию О том Почему Не учится английский язык Что с этим делать И как с этим бороться Пишите свои комментарии Я с удовольствием На них отвечу И благодарю вас за внимание До встречи Субтитры сделал DimaTorzok